Вопросик от Светланочки Она спрашивает Скажите, если на голоде поднимается давление, то таблетки пить же нельзя? Вы знаете, очень так странная реакция организма на голод Но я врубился, я врубился, я же это Вот смотрите, что тут происходит Вот в целом гипертония, как мы знаем, повышенный тонус мышц сосудов во всем теле Он повышен по тем или иным причинам, эмоциональная там, зажатость там и еще что-то там такое Вот, и в результате у нас просвет сосудика вот так, опа, сжался Причем сжался, знаете, какой просвет? Просвет сосудов, которые обслуживают мышцы То есть так у нас кровь должна быть распределена по всему организму И естественно там, где-то у нас в сонных артериях определенное давление крови Которые положены для того, чтобы работала голова А когда у нас сжато, то часть крови поступает вот в этот центр наш, центральной этой артерии И естественно начинает молотиться здесь, что мы чувствуем как будто удары молота в голове Это как раз и есть вот этот эффект Значит вернемся к нашей теме Голодание обычно его понижает Оно понижает, то есть человек расслабляется У человека совсем другие мысли возникают Все это приводит к тому, что организм естественно переходит в такое состояние расслабленности Для того, чтобы на голоде как можно дольше существовать Как можно меньше там тратить и как дольше протянуть Это его основная такая задача Я понимаю Светлану Но если, вот смотрите, мы берем первые где-то три дня Первые три дня у нас как раз это идет пищевое возбуждение Когда у нас идет пищевое возбуждение Это обычно на первые сутки, на вторые, может быть и на третьи То это возбуждение добавляет спазма То есть у нас может быть вот это возбуждение от того, что мы входим в голодание И на этой фазе, именно на первой фазе у нас и начинаются вот такие вот вещи с давлением Что бы тут порекомендовать? Как помочь своему организму войти в голодание? Если у вас такое наблюдается Я уже не зря вам сказал, что это спазм в скелетных мышцах И распределение крови у нас больше идет в центр и давление повышает Если мы с вами собрались голодать И знаем, что у нас начинает вот так вот повышаться давление Значит, что здесь надо сделать? Здесь надо Первый вариант Это ходить Просто-напросто предпринимать длительные пешие прогулки Отвлекитесь от всего Ведь вы же уже пошли на голод Значит, выбрали с утра Значит, у вас, вот смотрите, как только начинает, вы чувствуете, давление повышается Значит, одевайте кроссовки, спортивную одежду И не спеша пошли Не спеша пошли Отвлекайтесь Где-то лучше всего в парке быть А в парке ходить вокруг озера или речки Оказывается, вода расслабляет Еще дополнительно Это тоже важно понимать Вот, и так вы, распределяя кровь Чтобы она не в центр шла А все-таки отвлечение шло И работа мышц сама по себе начинает привлекать кровь Она распределится и давление спадет Вот так вы примерно 2-3 дня походите Дальше организм у вас расслабится, естественно И вы войдете в голодание Это один вариант Второй вариант Можно, или дополнительно к этому Можно использовать теплые прогревающие ванны То есть здесь Какие ванны? Они должны быть теплые Не горячие, а именно вот теплые Просто-напросто ноги по колени опустили в воду В ванну То есть у вас на ногах капиллярчики начинают расширяться И та часть крови, которая здесь у вас вызывала давление Она такая, опа, спустилась туда И уже давления нет Можно как-нибудь одновременно и использовать по локоть в ванной Третье, это конечно надо уметь расслабляться То есть я не зря вам выложил видосик про вот эту вот шульца Когда вы ложитесь и представляете руки, ноги у вас тяжелые Вызываете чувство тяжести Следом за ним вызываете чувство тепла То есть расширяются уже кровеносные сосудики у вас И вы распределяете кровь умственно Но этим надо овладеть Если вы этим овладеете, то можно так снимать Четвертый вариант Но им тоже надо овладеть Это дыхание по бутейке Когда вы начинаете затаивать свое дыхание В результате что у вас происходит? В результате затаивания дыхания В организме накапливается углекислота Которая способствует расширению сосудика То есть вы так задерживаете дыхание вот так вот Знаете, плавно, медленно Это во-первых расслабляет Затаивание дыхания Затаивание дыхания в течение 5-15 минут Чтобы это все как-то подействовало Затаивание дыхания В результате у вас должна появиться на щеках Такая теплота Здесь может быть на лбу появится испарина Это как раз говорит о том, что углекислота накапливается Далее должно появиться расслабление Успокоение И как правило за этим следует снижение давления Ну вот такие вот я бы порекомендовал вещи Для того, чтобы войти в голод У кого имеется вот эта вот гипертония Это первые 3, в основном 3 дня А то может быть и меньше И дальше голод естественно сам расслабляет организм Все нормализует И он с гипертонией отлично борется Просто потом, потом У меня же есть видео про гипертонию Как с ней можно бороться Как ее можно вообще убрать Все лекарства направлены на то Чтобы как раз вот снять вот этот спазм с сосудов Расслабить вас Расслабить умственно Потому что умственное напряжение Сбрасывается на мышечное напряжение Мышечное напряжение зажимает капиллярчики Кровь выжимается внутрь организма Все, неправильное распределение крови в организме Приводит к тому, что давление повышается Износ сердца на сосуды и 5-10 Мое обращение к посетителям канала Поддержите канал Поставьте лайку Дайте какой-нибудь отзыв Это простые вещи Я не прошу вас денег Поддержите меня вот таким вот образом Это канал не для того, чтобы вас развлекать А для того, чтобы вам помогать Субтитры сделал DimaTorzok